ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В XIX веке появление железных дорог стремительно меняет облик планеты. И это в особой степени относится к Российской империи. Большинство крупных рек России текут на север или юг, поэтому продвижение на восток или запад было невозможно без рукотворных путей. Именно железные дороги стали тем важнейшим средством коммуникации, благодаря которому город приблизился к деревне, сельскохозяйственная продукция к рынкам сбыта, полезные ископаемые к промышленности. Российская чугунка дала мощный толчок индустриальной революции и сопряженным с ней грандиозным переменам в стране. Из цикла «Россия. Забытые годы». История российских железных дорог. В 1834 году, через 9 лет после открытия первой железной дороги в Англии, Ефим Черепанов с сыном Мироном построили первый русский паровоз и железную дорогу в Нижнем Тагиле. Через три года австрийский инженер Франц Антон Герстнер добивается согласия Николая I на строительство государственной железной дороги. 30 октября 1837 года 300 знатных пассажиров в 8 вагонах отправились в первое железнодорожное путешествие из Петербурга в Царское село, императорскую резиденцию. Вел состав сам Герстнер. Поезд прошел 26 километров, меньше чем за полчаса. Скорость по тем временам неслыханная. Россия стала первой в мире страной, где железнодорожное строительство субсидировалось правительством. Конечно, одноколейка Герстнера была лишь игрушкой для знати, но каждая деталь этой игрушки была продуманной. Локомотивы, которые тогда назывались сухопутными пароходами, выписывали из Европы. Это были штучные изделия с собственными именами. Вместо билетов пассажирам выдавались латунные жетоны, которые использовались многократно. Вокзальные помещения поражали своим великолепием. Вокзал в Павловске был концертным залом, где собирался свет и выступали многие знаменитости, от Иогана Штрауса до Федора Шаляпина. Первая полноценная железная дорога соединила Москву и Петербург. Названная впоследствии Николаевская, эта дорога сооружалась прежде всего в стратегических целях. Автором проекта был талантливый инженер Павел Мельников. В 1842 году из двух городов начали тянуть навстречу друг другу по два пути шириной в 5 футов каждый. Через 9 лет ветки соединились на станции Балагоя, точно посередине дороги в 650 километров. Она была уникальным инженерным сооружением. В мире еще не строили таких больших двухпутных дорог, тем более в столь трудных геологических и климатических условиях. Было возведено 252 искусственных сооружения, в том числе 184 моста. Необычные для деревянной России каменные вокзалы воздвигались на станциях. Московские и петербургские вокзалы выглядели как два близнеца. Специально для Николаевской железной дороги на Александровском заводе в Петербурге в 1846 году строится первый в России пассажирский паровоз, а затем и первый грузовой. Первый поезд преодолел путь из Петербурга в Москву за 21 час 45 минут. Через два года это время сократилось до 12 часов, что изумляло современников. Год от года все большей популярностью пользовалась профессия инженера-путейца. Их выпускал институт инженеров путей сообщения, престижное учебное заведение, основанное еще в 1809 году и приравненное к военным школам. Выпускники института были специалистами высокой квалификации. У них были отменные учителя, в их числе великий химик Дмитрий Менделеев. Именно благодаря таланту и знаниям инженеров железной дороги прошлого века служили долгие годы. К новому виду передвижения быстро привыкли. Все дальше тянулись линии от крупнейших российских городов Санкт-Петербурга, Москвы, Риги, Московско-Курская дорога, Нижегородская, Северная, Рига-Динабургская, Балтийская. С отменой крепостного права при сооружении железных дорог все шире используются наемные рабочие. За три десятилетия прошлого века, с 50-х по 80-е годы, было построено 30 с лишним тысяч километров путей. Самая длинная Закаспийская дорога протянулась почти на 1400 километров. Ее начали тянуть в 1880 году для облегчения военных перевозок в Среднюю Азию. Это была первая железная дорога, построенная в пустыне и первая в Средней Азии. Половина необходимого России хлопка перевозилась по ней. К 90-м годам чугунка стала самым удобным и популярным средством транспорта в России. За 1893 год железные дороги перевезли 54 миллиона пассажиров. А к 1913 году эта цифра возросла в пять раз. Лошадь и телега окончательно уступили право приоритета поездам. Самыми оживленными местами в городах отныне становятся станции и привокзальные площади. Такие четырехосные паровозы серии Че тянули большинство составов в конце прошлого века. Характерное утолщение на трубе и скорогаситель, чтобы не вспыхнули от искр дрова в тендере. Отслужившие свое железнодорожные пути не принято было уничтожать. Их переносили туда, где движение было неинтенсивным. Так узкоколейка, связывавшая когда-то Новгород и Старую Руссу, оказалась на Дальнем Севере на Соловецких островах. Она впоследствии обслуживала один из первых советских лагерей. В конце 19 века утверждается план строительства самой знаменитой из российских железных дорог Транссибирской. Эта магистраль протянется через всю Азию от Владивостока на Тихом океане до Члябинска на Урале. Великий сибирский путь сделает доступным бескрайнее пространство за Уралом, казавшееся русскому обывателю чем-то недосягаемым, далеким, почти нереальным. Комитет по строительству у Транссибирской магистрали возглавил будущий император Николай II. Ее сооружения всячески содействовали Сергей Витая и Петр Столыпин. Строительство началось в 1891 году на участке между Владивостоком и Хабаровском. А затем еще на нескольких участках. Через 10 лет стало возможным прямое сообщение между Москвой и Владивостоком. Расстояние было фантастическим 8940 километров. До 20-х годов нашего века магистраль оставалась самой длинной в мире. Пассажиры за 12 дней пути пересекали 8 часовых поясов. Кстати, пассажирам Транссибирского экспресса были созданы весьма комфортные условия, которые славились далеко за пределами России. Салоны вагонов престижных классов походили на гостинные дворянских усадеб. Богато сервированные буфеты и столовые обслуживались кухнями с отличными поварами. В поезде были ванны, бани, прачечные и даже тренажеры для гимнастических упражнений. По новой дороге в Сибирь устремились массы крестьян-переселенцев. За 20 лет почти 5 миллионов покинули европейскую часть России. В Сибири каждый мог выбрать на дел земли, на несколько лет освобождался от налогов, к тому же платил лишь четверть цены за билеты на поезд. Уже вскоре доходы России от экспорта сибирской сельхозпродукции и меха превысят доходы горнодобывающей отрасли. Строительство магистрали проходило в суровых условиях. Рабочие, набранные в бедных российских губерниях и доставленные сюда за тысячи верст, жили в палатках и землянках. Оборудования почти не было. Тяжелый ручной труд в суровом сибирском климате, нередко на вечной мерзлоте, плохое питание и отсутствие медицинской помощи приводили к высокой смертности. Всего на Транссибе трудилось 80 тысяч чернорабочих и 6 тысяч специалистов. Ежегодно прокладывалось около 700 километров путей, что стоило вдвое дороже, нежели в европейской части России. Строители сталкивались с постоянным недостатком материалов, которые приходилось перевозить конными обозами на большие расстояния. Одной из главных проблем было огромное количество водных преград, пересекавших трассу магистрали. И эта проблема была с блеском решена выдающимися русскими мостостроителями, предложившими ряд интереснейших инженерных решений. Их мосты были необычайно прочными. Многие теперь в строю прослужив сто лет. Уникальный мост через Енисей, модель которого экспонировалась на Парижской выставке 1900 года, был удостоен золотой медали. на пути магистрали лежал и сибирский гигант Байкал. Первоначально здесь наладили паромную переправу, выписав из Англии два ледокола, а в 1904 году открылась Кругобайкальская дорога. Построить этот сравнительно короткий участок магистрали было очень непросто. Непроходимая тайга, скалистые горы, короткое лето и суровые зимы, наводнение и вечная мерзлота, тут природа не поскупилась на препятствия. Серьезной проблемой на протяжении всего строительства был дефицит рабочей силы, из-за чего оно неоднократно приостанавливалось. На Транссибирской магистрали пришлось в широких масштабах применять труд ссыльно-каторжных и многочисленных добровольцев из числа местных жителей. Транссиб объективно способствовал мирной колонизации окраин. Не только само строительство, но и многочисленные депо и мастерские на трассе давали аборигенам работу и заработок. Возводились церкви, больницы, детские приюты. Магистраль стала действительно транспортной артерией азиатской части России. по соглашению между Россией и Китаем один из участков магистрали должен был сооружаться на территории Маньчжурии. Огромная китайско-восточная железная дорога была построена всего за пять лет, что считалось выдающимся инженерным достижением. К началу 1916 года со сдачей в эксплуатацию Амурской ветки Великий Сибирский путь был завершен. Он связал между собой гигантские территории и укрепил позиции России как крупнейшие железнодорожные державы. В честь Александра Третьего, при котором началось строительство магистрали, была возвигнута статуя. Между прочим, Александр с семьей в свое время попал в одну из самых ужасных железнодорожных катастроф 19 века. На пути с Черного моря в Петербург перегруженный царский поезд на скорости 40 км в час сошел с рельсов на аварийном участке пути между Харьковом и Курском. Несколько вагонов превратились в груду лома. Погибло 19 человек, еще 14 были тяжело ранены. Лишь по счастливой случайности семья монарха не пострадала. Погоня владельцев железных дорог за прибылью, несвоевременный ремонт, нарушение элементарных правил вождения поездов, все это приводит к все более частым и серьезным катастрофам в России. В начале 20 века они исчисляются многими сотнями случаев, в которых ежегодно бывало более 100 тысяч пострадавших. Впрочем, это уже никак не могло замедлить железнодорожное строительство, без которого был невозможен прогресс индустрии и торговли. Открытие каждой новой дороги или ветки превращается во всенародное торжество, собирая полный энтузиазм и толпы. Помимо всего прочего, подобные события воспринимались как победы человека в борьбе с природой. Российские железные дороги действительно часто требовали совершенно необычных оригинальных конструктивных решений, поскольку прокладывались в весьма сложных геологических условиях. Например, в Закавказье, Карелии, Преамурье. Подлинными инженерными шедеврами были признаны некоторые тоннели. Самым знаменитым был Сурамский тоннель на Кавказе длиной в 4 километра. Строители установили мировой рекорд суточной проходки. В 1890 году 50 сажений. Тем не менее, тоннель строили 4 года, потратив 5 миллионов рублей золотом. Большой хинганский туннель длиной в 3 с лишним километра проложили в невиданный на рубеже веков срок всего за 15 месяцев. Среди русских инженеров-новаторов того времени наиболее талантливым был, пожалуй, Владимир Шухов, которого называли русским Эдисоном. По его проектам создано свыше 400 железнодорожных мостов и множество других сооружений, включая Киевский вокзал в Москве. Один из мостов Шухова часть московской окружной железной дороги, построенной между 1898 и 1908 годами. 50 километров пути обошлись в 40 миллионов рублей, однако вскоре дорога потеряла свое стратегическое значение, став незаметной внутригородской линией. Одновременно с сооружением новых железных дорог в России бурно развивается паровозостроение. Собственно, выпуск русских паровозов и вагонов был хорошо налажен уже к 60-м годам 19-го века. Этому во многом способствовало то обстоятельство, что министр путей сообщения Павел Мельников запретил импорт паровозов в Россию. К началу нового века в стране было около 20 заводов по производству паровозов и подвижного состава. Паровозы серии О образца 1893 года стали почти легендарными. Они несколько десятилетий бегали по российским дорогам. Эти 500 сильные товарные паровозы были легкими и маневренными. Так называемая система двойного расширения позволяла им экономить большое количество пара. За 20 лет было выпущено около 10 тысяч таких машин. ровесником паровоза О или Овечки был пассажирский паровоз серии Н, несколько более мощный. Он имел три движущие оси с колесами диаметром около двух метров. Эксплуатировались на Николаевской железной дороге Сормовские паровозы серии С, отличавшиеся быстроходностью. 6 октября 1913 года курьерский паровоз С с девятью вагонами промчался от Москвы до Петербурга в рекордное время 7 часов 59 минут. Паровоз серии Б брянского завода как и С водил скорые поезда но на линиях со сложным рельефом. Первый паровоз Б был построен в 1908 году. А годом раньше появился паровоз Щ или Щука. Имея мощность 700 лошадиных сил он мог водить быстроходные составы весом до 810 тонн. Долгожителем российских железных дорог был мощный паровоз серии Э с пятью движущими осями. Конструкция оказалась такой удачной, что эти машины с усовершенствованиями строили на протяжении 45 лет до самого заката паровозной эры. Даже когда Россия в начале 20-х годов оказалась не в состоянии сама выпускать паровозы, заводом Швеции и Германии был сделан заказ на 1200 машин. И это были именно паровозы серии Э. Первая мировая и в особенности гражданская война не могли затормозить прогресс железнодорожного дела. Впрочем, в Первую мировую войну разрушения при фронтовых линий не были катастрофическими. Военные эшелоны продолжали регулярное движение. Однако география строительства новых путей меняется. Блокада германским флотом русских портов на Балтике вынудила правительство срочно прокладывать железную дорогу на север к порту Романов на Мурманне, нынешний Мурманск. Эта наскоросооруженная дорога была единственной завершенной во время войны. На строительстве впервые широко использовался труд военнопленных солдат прусской армии. Война меняет не только маршруты, но и облик поездов. Появляются санитарные поезда, действиями которых руководили великая княгиня Елизавета Федоровна и депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич. Позднее, уже во время Гражданской войны, часть санитарных поездов была переоборудована большевиками в агитационные. Они перевозили тонны пропагандистской литературы. Агитсоставы расписывали лучшие художники, разумеется, из тех, кто встал на сторону большевиков. В вагонах размещались целые картинные галереи. Платформы агит поездов легко превращались в сценические площадки. Но, конечно, пропагандистская работа не была в то время главной задачей железнодорожных служб. В 1918-21 годах куда важнее было обеспечить движение бронепоездов грозной боевой силы. Один из ранних периодов гражданской войны назван эшелонной войной. Каждая магистраль, станция превращались в стратегические объекты, места особенно ожесточенных сражений. В результате было разрушено огромное количество железнодорожной техники и сооружений. Почти 75 тысяч километров путей, тысячи паровозов и вагонов, три с половиной тысячи мостов с металлическими фермами. О роли железных дорог в боевых действиях свидетельствует занятный факт. Почти все крупные военные лидеры Советов сняты именно на фоне поездов. Подвойский, Вацетис, Тухачевский, Сергей Каменев и, конечно, Троцкий, для которого было оборудован специальный состав. Кстати, Лев Троцкий не только руководил Красной Армией, но был некоторое время еще и народным комиссаром путей сообщения. Воззвания его к железнодорожникам отличались традиционным пафосом и малой компетенцией в существе профессиональных проблем. Комиссаром путей сообщения был и другой пламенный революционер шеф ЧК Феликс Дзержинский. Гражданская война вывела из строя значительную часть путей почти половину паровозов страны. Из-за нехватки топлива леса вокруг железных дорог были вырублены на многие километры. О расписании поездов не могло быть и речи. Каждый вагон брали буквально штурмом. Большевистское правительство именно на железных дорогах проводит свои первые эксперименты по организации основанного на энтузиазме масс коммунистического труда. Воодушевленные лозунгами большевиков рабочие ремонтировали паровозы в неурочное время, не требуя за это никакого вознаграждения. Один из таких паровозов и поныне сохранился как музейный экспонат. Рабочие провозгласили почетным машинистом этого паровоза Ленина. А в январе 1924 года, когда Ленин умер, именно этот паровоз доставил вагон с телом вождя в Москву. Два десятилетия между мировыми войнами при всех их трудностях для страны Советов существенно продвинули вперед железнодорожное строительство. Колонизация огромных территорий империи продолжалась. Возникла целая идеология первопроходчества, хозяйственного и культурного освоения окраин своего рода колониальный романтизм. К нему примешивалась и романтика покорения дикой природы. Все новые железные дороги прокладываются на Дальнем Востоке и на Кавказе, на Европейском Севере и в Сибири. Самой крупной стройкой первой советской пятилетки наряду со знаменитым Днепрогессом стала Туркестана сибирская магистраль Турксип. До сих пор все наиболее крупные трассы были направлены от центра к периферии, связывали метрополию с колониями. Турксип, строительство которого началось в 1927 году, символизировал новый этап. Почти полторы тысячи километров железнодорожного пути должны были соединить два огромных колонизуемых региона Западную Сибирь и Русский Туркестан, ныне Среднюю Азию. Трасса проходила через степи и полупустыни, где летом жара переваливала за 60, а зимой было до минус 40 с буранами. Дорогу вели от станции Луговая на границе Казахстана и Киргизии и от Семипалатинска. Захолустный городок, в котором некогда отбывал ссылку Достоевский, становился теперь крупнейшим в Азии железнодорожным узлом и портом на Иртыше. У строителей было много энтузиазма и мало техники. Правда, в 1928 году здесь появились 17 закупленных за рубежом экскаваторов, использовались опрокидывающиеся вагонетки, широко применялись взрывы. Но основная доля земляных работ выполнялась вручную. Лопата, тачка, китмень до подводы, запряженные лошадьми, оставались основными орудиями труда. Тем не менее, рельсы с севера и с юга сомкнулись на год раньше, чем планировалось, в апреле 1930-го. Мы не называем имен инженеров проектировщиков Турксива, как не называли их на торжественных митингах в связи с открытием дороги. Новое время провозгласило примат коллективного труда. Все успехи приписывались героическим усилиям пролетарских масс, их трудовому порыву. Согласно идеологическим империтивам эпохи, магистраль принесла счастье темным и отсталым народам Туркестана. Хотя линии, подобные Турксиву, и прокладывались весьма примитивными методами, однако техническая мысль все же не стояла на месте. Например, крупным достижением стало применение путеукладчика инженера Владимира Плотова. который позволял монтировать за 8 часов 8 километров колеи в 2,5 раза больше, чем вручную. Его начали использовать впервые на прокладке сибирской трассы Карталы-Акмолинск. Продолжали совершенствоваться локомотивы. Самым удачным считался паровоз серии СУ Сормовский усиленный. По техническим параметрам этот пассажирский паровоз был тогда одним из лучших в мире. Подобно паровозу серии Э он станет долгожителем. Его будут выпускать с 1925 по 1950 год. Несколько типов паровозов в 30-е годы были названы именами большевистских лидеров. На заводе в Харькове начинается выпуск паровозов СО первые буквы имени Серго Орджоникидзе друга и соратника Сталина. Один из вариантов этой серии с тендером конденсатором предназначался специально для работы в безводных районах страны. В огромном новом цехе Луганского завода идет сборка паровоза ФД Феликс Дзержинский. Эта гигантская машина развивающая мощность свыше 3000 лошадиных сил была создана всего за 170 дней. Каждый такой паровоз брал с собой 25 тонн угля и имел стокер устройство механической подачи угля в топку. Осенью 31 года первый ФД торжественно встречали на Киевском вокзале столицы. Следом за ФД появился ИС Иосиф Сталин пассажирский паровоз Коломенского завода. Первый экземпляр собрали в 1932 году. ИС имел такую же мощность как ФД но был в полтора раза быстроходнее. В довоенное десятилетие создаются несколько разных опытных моделей ИС. В 1937 два паровоза ФД и ИС отправились в Париж на всемирную выставку как образцы наиболее ярких технических достижений Советов. Однако в серии ИС была более интересная опытная модель под номером 16. У нее был аэродинамический капот позволявший увеличивать скорость движения. Паровоз аналогичной конструкции в 1937 году установил всесоюзный рекорд скорости 180 километров в час. В 30-е годы борьба за скорость была частью общей мании рекордов охватившей Советский Союз. Помимо улучшения аэродинамики паровозов конструкторы предлагают и более дерзкие проекты. Например в так называемом шаропоезде Николая Ермольчука созданном в 30-м году вместо колес были шароиды катившиеся по специальным желобам. Но такого рода проекты требовали прокладки особых путей а потому не были жизнеспособны. Успех сопутствовал другим новаторам предлагавшим простые и дешевые решения. Например машинист Петр Кривонос на серийном паровозе ФД с высокой форсировкой котла умудрялся водить тяжелые составы со скоростью вдвое превышавшей норму. Знаменит был и машинист Александр Попавин который проехал на своем паровозе миллион километров без капитального ремонта. еще один рекорд поставил машинист Валентин Макаров он проехал через всю страну 20 с лишним тысяч километров с редкими остановками для набора воды этот рейс убедительно доказал жизнеспособность паровоза СО Женщины конечно никак не хотели отставать Зинаида Троицкая машинист паровоза была инициатором массового движения советских женщин за освоение трудных мужских профессий это движение было типичным примером пропагандистской демагогии женщина в России еще и до советской власти всегда выполняли тяжелую работу в частности на железных дорогах во время первой мировой войны к примеру женский труд применялся довольно широко на земляных работах как известно наиболее изматывающих но тогда по крайней мере этому было объяснение мужчин не хватало кроника гражданской войны доносит до нас образы женщин солдат одна из них Людмила Макеевская даже была командиром бронепоезда она погибла в бою начиная с 20-х годов становится обыденным тяжелый физический труд женщин на многочисленных стройках и когда грянет новая война снова женские руки наравне с мужскими будут восстанавливать многие тысячи километров разрушенных путей к началу войны в СССР 85% грузов перевозилось по железным дорогам поэтому легко представить себе какую роль они играли в военные годы когда фронт протянулся на 4000 километров а тылом была вся страна железные дороги работали с огромными перегрузками обеспечивая в критических условиях сначала эвакуацию предприятий людей оборудование затем снабжение фронтов впрочем это это общеизвестно меньше известен тот факт что во время отечественной войны как и в воинах предыдущих железнодорожная техника превращенная в бронепоезда также участвовала непосредственно в боевых действиях железные дороги сыграли огромную роль в обеспечении а по сути спасение Ленинграда Сталинграда Киева блокадный Ленинград был связан со страной не только ледовой дорогой жизни но и коридором смерти железнодорожной веткой находившейся под непрерывным обстрелом где поезда могли прорваться только ночью История железных дорог времен Отечественной войны трагична Нанесенный им ущерб с трудом поддавался исчислению Их разрушали летчики Люфтваффе добросовестно выполняя план Барбаросса Их разрушали партизаны сражавшиеся с фашистами Их разрушали фашисты во времена отступления как впрочем и наступавшие советские войска Их состояние оказалось еще более ужасным чем к концу гражданской войны было уничтожено 13 тысяч мостов тысячи километров путей Эхо войны еще долго звучало над железными дорогами Одним из таких отголосков было уподобление труда железнодорожников в воинской службе Еще с 1942 года Они носили форму военного типа Различались по званиям В основе их службы лежало полное беспрекословное подчинение приказам Разумеется в железнодорожных войсках дисциплина была еще более жестокой В войну эти части защищали железные дороги восстанавливали их строили новые После войны они продолжали титанический труд восстановления разрушенного Но не только они Немногие дошедшие до нас кадры свидетельства рабского труда заключенных на железных дорогах Причем их жертвы часто оказывались бессмысленными Например строительство заполярной трассы Салихард и Гарка было брошено после смерти Сталина Эта авантюра стоила тысяч жизней и 45 миллиардов рублей буквально зарытых в землю В сооружении послевоенных магистралей участвовали тысячи молодых добровольцев Их звали в далекие необжитые края не только призывы партии но и романтические надежды Крупнейшей из построенных ими трасс была Южно-Сибирская магистраль длиной в 4000 километров Проложенная практически параллельно Транссибирскому пути она соединила угольный район Кузбасс с металлургическими заводами Южного Урала В хрущевское время по семилетнему плану 1958-65 годов строится трасса Абакан-Тайшет Она соединила Южно-Сибирскую магистраль с Великим Сибирским путем Это была полностью электрифицированная железная дорога создание которой символизировало конец эры паровозов В это время наиболее распространенным серийным типом был паровоз Л конструктора Лебедянского Опытные образцы созданные сразу после войны назывались П-Победа Мощность паровоза составляла 2000 лошадиных сил Делались попытки сконструировать и более мощные машины Вот это например имело 4000 огромный прогресс по сравнению с первыми 150 сильными паровозами Однако коэффициент полезного действия паровозов оставался чрезвычайно низким В конце 50-х прослужив верой и правдой 135 лет они уступили место дизельным и электрическим машинам Первый в мире магистральный тепловоз по проекту Якова Гаккеля который известен как конструктор самолетов был построен еще в 1924 году тремя крупнейшими петроградскими заводами Путиловским Балтийским и Электрик Основной агрегат дизельный мотор сняли с подводной лодки А менее года спустя под руководством выдающегося инженера Юрия Ломоносова в Германии строится по заказу России еще один тепловоз Вы видите его прибытие в Москву Однако Россия не смогла использовать выгоды лидерства в этой области Советская промышленность была не готова к массовому производству и эксплуатации тепловозов К тому же Лазарь Каганович нарком путей сообщения в 30-е годы был ярым приверженцем паровозов Когда в 31-м году москвичи рукоплескали могучему паровозу ФД тепловоз ОЛ-6 прибывший одновременно остался незамеченным Кто бы тогда поверил что всего через четверть века тепловозы полностью вытеснят старших собратьев Почти одновременно с появлением тепловозов в России началась электрификация железных дорог Первая была электрифицирована на Кавказе в 1926 году В 1929 году появляются первые подмосковные электрички К концу 30-х годов протяженность электрифицированных трасс составляла около 2000 километров По-настоящему масштабное использование электрической энергии начнется на советских железных дорогах только во второй половине нашего века На этих магистралях работают в основном отечественные электровозы серии ВЛ Владимир Ленин Последняя советская модель электропоезд ДР-200 построенной в Риге Он развивает на трассе Москва-Петербург скорость до 200 километров в час Это скоростной предел российских железных дорог В 70-е годы в историю российских железных дорог была вписана последняя заметная страница Байкало-Амурская магистраль БАМ Журналисты назвали БАМ стройкой века Это очень нравилось Брежневу обожавшему грандиозные проекты Но у выражения был и другой смысл ведь у стройки века была почти вековая история Еще при сооружении Великого Сибирского пути выдвигалась идея прокладки трассы севернее Байкала Идею тогда отклонили Она рождала слишком много технических и финансовых проблем Вернуться к ней уже в 30-е годы из соображений стратегических Транссибирская магистраль пролегала в слишком опасной близости от границ Китая Строительство Байкало-Амурской магистрали начатое силами тысяч заключенных прервала война Часть уже проложенных ценой множества жизней и путей разобрали Рельсы нужны были для прифронтовых дорог под Сталинградом Очередное решение строить БАМ было вызвано резким ухудшением отношений СССР с Китаем на рубеже 50-х 60-х годов С 1967 года на трассе начались изыскательские и проектные работы В 1974 строительство предстояло проложить больше 4 тысяч километров пути На это ушло 10 лет Качество дороги оставляло желать лучшего К моменту официального завершения то есть к 1984 году оно было таково что первые поезда старались не развивать слишком большую скорость Нормальное движение на этой одноколейной трассе стало возможным лишь через несколько лет за полтора столетия российские железные дороги превратились в гигантскую систему занимавшую первое место в мире по объему годовых перевозок и второе после США по протяженности 140 тысяч километров она и теперь остается единым живым организмом со своим характером обликом судьбой со своей историей неотделимой от истории России Редактор субтитров